Здравствуйте, уважаемые коллеги! Я сегодня хочу рассказать вам о лечении гидроцефалии. На самом деле гидроцефалия это такая проблема, которая встречается у собак очень-очень часто, особенно у собак карликовых пород. Надо понимать, что собака карликовой породы, она очень сильно отличается по анатомическому строению головы от любого другого вида, а вообще от любых других собак. Это очень важный момент. Почему? Потому что понимание того, что у собаки карликовой породы практически полностью отсутствует череп, то есть как только мы начинаем понимать, что у собак карликовых пород нет черепа, то конечно же думать о том, что у них изначально внутричерепное давление может быть высокое, довольно сложно. И те виды гидроцефалии, которые мы встречаем у собак карликовых пород, как правило, бывают при нормальном давлении. Стоит сказать, что почти у всех собак карликовых пород есть та или иная гидроцефалия. При этом давление у них совершенно нормальное. Все мы прекрасно видели эти компьютерные томограммы, которые получаем всегда у собаки весом в полтора, в два килограмма, то есть полное отсутствие черепа или частичное отсутствие черепа, нет лобных синусов и даже если вы видели собаку карликовой породы когда-нибудь, то или оперировали или делали КТ, то даже следа лобных синусов у них вообще нет. Вот, это очень важный анатомический момент, то есть полное отсутствие черепа и связано не с породой, а связано с весом. Да, поэтому как только мы начинаем думать о какое же все-таки давление у собак разных пород, то становится понятно, что в литературе данные, которые говорят о том о нормальном внутричерепном давлении, они очень сильно, скажем так, приблизительные. Да, ну если мы посмотрим по тем немногочисленным исследованиям, которые существуют, да, то нормальное внутричерепное давление у собак, ну там до 17 миллиметров может быть, но в реальной жизни нужно подходить индивидуально, потому что у карлика, у собаки маленькой породы совершенно может быть нормальное давление и при этом быть гидроцефалия. Вот, поэтому это надо учитывать. Вот, это очень важно учитывать для подбора шунта, если вы его ставите. Да, то есть смотрите, в чем основная мысль? Мы точно не знаем какое давление у собаки, то есть литературные данные нам ничего об этом не говорят. Поэтому подбор клапана вообще невозможен без измерения внутричерепного давления. Вот это очень важный момент. То есть без измерения внутричерепного давления у каждого конкретного пациента подобрать нужный клапан невозможно. Вот. Поэтому, в принципе, в медицине существуют клапаны с изменяемым давлением, ну а нам часто приходится давление менять, то есть клапаны менять. Почему? Потому что периодически, если вы подобрали неправильно клапан, вот получается вот такая вот ситуация. То есть, если вы ставите шунт и исходите просто из каких-то литературных данных, вот, например, существует много достаточно литературных данных о том, какое давление, да, какие-то исследователи использовали, да. Но, к сожалению, вот эти исследователи, которые пишут свои статьи, они совершенно не мерят давление. Вы знаете, вот я когда читаю статьи, да, ну вот этот базовый вообще в любом, в любой медицине, в медицине, в медицине, да, не измерение внутричерепного давления, но это приблизительно то же самое, что если не измерять там артериальное давление, да. То есть это вот и пытаться его понижать или повышать там, или что-то с ним делать, не его не измеряя. Это просто нонсенс. То есть в ветеринарии это реальность. То есть люди совершенно не зная, какое давление у какого-то пациента, да, у этого конкретного пациента ставят какие-то шунты. В результате получается вот такая вот ситуация, когда через шум проходит намного больше жидкости, чем нужно, и происходит гипердренирование. В моей практике это тоже было. То есть в моей практике были ситуации, когда происходили вот такие, приходилось менять, даже измеряя давление. То есть даже измеряя давление, у меня был случай, когда все равно произошло гипердренирование, и вот мозг вот так вот сжался. Поэтому это очень важный момент. Вот хочу представить вам случай, да, это гидроцефалия у корги, у щенка. У него было совершенно нормальное внутричерепное давление, да, ну и именно ориентируясь на датчик, именно ориентируясь на измерение давления. Мы, собственно говоря, подбирали, вот, обратите внимание, да, то есть у этой собаки даже не карликовые пароиды, нормальное внутричерепное давление, если верить литературным данным, да. Соответственно, при этом у собаки напряженная гидроцефалия. Поэтому вот это мое утверждение о том, что надо мерить внутричерепное давление каждому пациенту, которому мы лечим напряженную гидроцефалию, вот этот случай очень хорошо подтверждает. Вот, значит, ну, кому интересно полностью полное видео, как ставится шунт, можете зайти на мой канал, посмотреть, да. Ну, это вот результат. То есть, вот поставленный в желудочке шунт, так было, так стало, то есть этой собаке удалось помочь. Каким способом удалось помочь? Ну, вот измеряя давление, померить и подобрать клапан тот, который необходим. Потому что даже у такой большой собаки оно может быть совершенно нормальным. Какая существует альтернатива и на самом деле в медицинской практике постановка шунта это уже акт отчаяния. То есть, акт отчаяния и его используют, причем на совершенно другом уровне, да. То есть, с возможностью менять давление в этом клапане, с возможностью часто через просто в УЗИ, ну, смотреть, какие, какой размер желудочков, да. Ну, опять же, и КТ, и МРТ тоже показано. И тем не менее, даже с учетом того, что постановка шунтов у людей, оно происходит совершенно на другом уровне, все равно постановка внутри желудочкового шунта, да, с отведением жидкости в брюшную полость, это акт отчаяния. То есть, когда уже ничего не получилось, тогда к нему прибегают. Почему этой собаке был поставлен шунт? Потому что не было четкого понимания, где нарушена ток ликвара. То есть, единственная причина, почему я выбрал у этой собаки постановку шунта, с учетом давления, с учетом подбора клапана и всего остального, потому что не было понятно, где у этой собаки точно нарушен ток ликвара. То есть, третий желудочек небольшой, четвертый увеличен, можно было бы подумать, что он скорее всего в этом месте, но это было неоднозначно, да, поэтому, то есть, получается, что два боковых желудочка большие и четвертый большой, вот. Третий небольшой, поэтому обнаружить блок ликвара у этой собаки не получилось, поэтому был поставлен шунт. Вот. Во всех тех случаях, когда удается найти, где нарушен ток ликвара, надо восстанавливать ток ликвара. Ну вот, собственно говоря, такой пациент у нас был, да, здесь явно видно, что из боковых желудочков нарушен отток ликвара, да. Таким пациентам надо восстанавливать отток путем внутри желудочковой эндоскопии. То есть, опять же, мы меряем давление, да, всегда меряется давление у всех пациентов. Вот так оно меряется. Есть специальный датчик, специальный прибор. Дальше мы входим в желудочек, находим то место у этого конкретного пациента, где необходимо сделать отверстие, да, для восстановления оттока ликвара и с помощью лазера его делаем. Ну, полное видео можете посмотреть на моем канале, да, то есть я не буду сейчас останавливаться. Дальше мы проверяем, удалось ли нам восстановить отток ликвара, просто вводя контраст, да, и наблюдая его распространение по ликварным путям. То есть, если мы видим, что нам удалось восстановить ток ликвара, ну, значит, мы считаем, что это хорошо. Еще один пациент, у которого просто в силу его очень маленьких размеров, это очень маленький котенок, очень маленький, невозможно поставить шунт, просто из-за его огромного размера самого клапана, да, то есть и из-за огромного размера даже вот этой тоненькой трубочке. Здесь еще хорошо видно, если сравнить с рукой человека, да, то есть это котенок буквально размером с руку. С цетропараличом неходящий вообще. Вариант был либо эутаназию сделать, да, либо постараться ему помочь. У новорожденных в медицине уже более ста лет существует операция по разрушению сосудистого хороидного сплетения, из которого частично, в котором частично вырабатывается ликвар, да. Эта операция, она делается для того, чтобы уменьшить приток ликвара. Ну, вот, собственно говоря, мы разрушили приводящие сосуды к хороидному сплетению, ну, с одной стороны, ну, тоже с использованием лазера. То есть, это эндоскопическая техника разрушения хороидного сплетения у маленького котенка. Этого котенка невозможно было, к сожалению, даже закрепить его голову, поэтому и просто из-за очень маленьких размеров. Буквально, если вы посмотрите, да, то здесь размер котенка всего размер ладошки, голова, ну, буквально, там, около двух сантиметров, наверное, трех, ну, такая маленькая совсем, да. Значит, вот мы вводим лазер и разрушаем хороидное сплетение. Это еще один вариант лечение таких пациентов. Вот. Ну, так мы это делаем. Это решило проблему этого котенка. Вот такой он был через две недели. Он вырос прям очень сильно. Прям две, около двух недель. То есть, он просто, он начал ходить, он начал, он и, правда, и до этого ел, да, но вот, вот решило проблему, ну, с целью его дорастить, да. Если по данным, ну, где-то около месяца назад я его оперировал, да, дальше планирую через месяц, там, два делать МРТ, посмотреть результат. Если он будет достаточный, то, ну, значит, будет достаточный. Если нет, тогда уже думать о том, как восстановить ток ликвара именно конкретного этого котенка. Вот. Поэтому такой вариант тоже возможен. Ещё один пациент, тоже с напряжённой гидроцефалией. Здесь мы видим, что тоже нарушен отток ликвара. И тоже это маленькая собака, поэтому используется вот такая система закрепления головы. То есть, это операционная вот такая вот специальная система. К сожалению, она подходит только для тех пациентов, у которых всё-таки какая-то часть костей черепа есть. То есть, если это кошка или, ну, более-менее нормального размера собака, конечно же, мы ей будем закреплять голову намного лучше с помощью специальных вот этих другой системы, да. Ну, как вы, в принципе, уже может быть, кто-то видел, ну, нет, но, в общем, другой системы с такими железными штырями. А для собак, у которых мало черепа или его просто нету, да, можно использовать вот такую систему. Вот. Ну и дальше мы внутри желудочка тоже должны прооперировать. Обязательно мы меряем давление. То есть, всем пациентам мы меряем давление. Как раз у этой собаки оно тоже было нормальное. Тоже было нормальное. При этом напряжённая гидроцефалия. Вот такое давление было в этой собаке. Полное видео есть на моём канале. Кому интересно посмотреть всю операцию, можете это сделать. Я сейчас рассказываю только основные моменты. Конечно, операция делается внутри желудочка, да, то есть, это внутри желудочковая эндоскопия. Мы по МРТ находим, где есть нарушение оттока ликвара у каждого конкретного пациента. Дальше вводим эндоскоп, находим нужное место и дальше через эндоскоп или параллельно, в зависимости от каждой конкретной ситуации, вводим световод лазера. разрушаем, делаем отверстия. То есть, вот таким вот образом. То есть, ну, видно отверстие, такое вот. Плюс в том, что, конечно, лазер, а в том, что происходит какая-то сразу коагуляция крови, да, и вероятность то, что произойдет зарастание отверстия, она все-таки маленькая, меньше будет в результате вот его использования. Значит, дальше желудочек промывается. вот, то есть, вот еще один вариант лечения такой собаки. И вот результат. Это до проведения лечения, это после. Мы видим, что третий желудочек уменьшился, да, боковые желудочки уменьшились, то есть, видно, что у этой собаки давление на черепное понизилось, и что на самом деле в какой-то мере даже, наверное, странно, что все-таки у нее какая-то произошел гипердренаж, да, все-таки даже у какой-то гипердренирования может происходить, наверное, и вот у таких пациентов, да, то есть, смотрите, если мы ставим шунт, то с нормальным давлением, то понятно, что будет загарантированным гипердренаж, да, но вот какой-то возможно гипердренирование и даже вот в этом случае. Ну, понятно, что это все в меньшей степени. И еще один пациент тоже с внутри вот это место, где нам надо напряженной гидроцефалии, это кошка. Мы видим, что из правого желудочка бокового в левый нет оттока, поэтому происходит смещение срединных структур, да, здесь мы голову кошки фиксируем в совершенно другой системе, да, вот такая эта система, то есть это очень точная, очень абсолютно однозначно, фиксация получается головы, очень надежная, делаем это в нужном положении, дальше используя микроманипулятор, используем, опять же, эндоскоп, обязательно меряем давление и очень интересным моментом является то, что у этой кошки давление было очень высокое, то есть давление было очень-очень высокое, просто очень для, вообще для кошек, поэтому где-то мы тут меряем, было больше 20, сейчас я найду, вот, это прям, конечно, не то, что удивило, но, честно говоря, я думал, что давление будет все-таки меньше, поэтому, когда некоторые там чудодей говорят, что там повышено внутричерепное давление, там то, все, надо его там уменьшать, это, честно говоря, когда ты начинаешь делать, мерить давление, то, когда реально проверять, да, то, конечно, оно просто колоссальное в этой, вот, ну и дальше мы опять же берем эндоскоп, вводим его в желудочке головного мозга и точно так же лазером делаем отверстие, ну, сейчас не буду показывать, кому интересно, можете опять же зайти, посмотреть на моем канале в полном объеме это все видео, там вся операция была около там 40 минут, вот, вот, дальше надо промыть было, ну и промыли в желудочке головного мозга, вот такое отверстие, да, видно, что есть полный доступ, да, достаточно большое, вот, для того, чтобы ликвартикал, ну и дальше мы тут же делаем КТ, да, для того, чтобы определить восстановился то кликвара или нет, ну и по КТ, конечно, мы сразу видим о том, что введенный в правый желудочек контраст, он притекает в левый желудочек, то есть вот в этом месте сделано отверстие, оно жизнеспособно, вот, эту кошку мы прооперировали буквально 2-го на 4-го, сейчас ждем результата, она очень хорошо перенесла операцию, буквально через 15 минут после выхода из наркоза она была такая, то есть это понятно, что под наркозом буквально 15 минут, вот, сейчас кошка находится под наблюдением, будем смотреть, чем, то есть это в принципе малоинвазивная хирургия, которая, в общем, у некоторых пациентов дает хорошие результаты, это вот она буквально через 15 минут, то есть буквально сама вышла из операционной, это вот все, что я вам хотел рассказать по поводу лечения гидроцефалии, я хочу вас призвать все-таки более индивидуально подходить к лечению пациентов с гидроцефалией, да, и все-таки, наверное, я понимаю, что настоящих финансовых денег у всех не хватает, финансовых не хватает, но если вы занимаетесь нейрохирургией, то хотя бы какие-то базовые диагностические манипуляции, такие как измерение внутричерепного давления, какую-то эндоскопию все-таки надо внедрять, ну, потому что современная нейрохирургия, ну, без эндоскопии, без внутрежелудочковой эндоскопии, без измерения внутреннего, вы не можете себе представить, там, не знаю, кардиолога, наверное, терапевта современного, да, который там не измеряет артериальное давление, ну, и, наверное, все-таки пора бы уже внедрять те методы лечения наших пациентов, которые известны уже столетия в медицине, да, тем более, что учиться где есть, мы всегда приглашаем всех желающих посмотреть, прийти, обсудить каких-то пациентов, можно совместно прооперировать, да, можно смотреть видео на канале, можно, ну, то есть все возможности на самом деле есть, было бы только желание улучшить качество своей работы, да, и делать это все так, как позволяет на сегодняшний день, ну, в общем, медицина, да, то есть медицина дошла уже до того уровня, что, ну, наверное, стыдно оперировать, ну, я не знаю, там, вне хирургических операционных, ну, вне нейрохирургических операционных, я думаю, что вот так, до свидания, до новых встреч, до встречи. Продолжение следует...